Здравствуйте! В эфире новости Люберецкого районного телевидения. В студии Ольга Чуканова. В начале коротко об основных темах выпуска. На финишной прямой Наташинский парк с рабочей поездкой посетил заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков. В проекте «Россия-10» лидирует Коломенский Кремль. В выходные в городе прошел масштабный флешмолл в поддержку исторического комплекса Подмосковья. В здоровом теле здоровый дух. На территории Наташинского парка состоялся спортивный праздник, посвященный Дню физкульптурника. Теперь обо всем этом более подробно. Оперативная обстановка в городе и районе, благоустройство территорий и успехи наших пожарных. Это и многое другое обсудили на еженедельном оперативном совещании в администрации района. Руководители предприятий и служб, а также главы городских поселений рассказали о проделанной работе и поделились планами на будущее. Подробности далее. Начальник межмуниципального управления МВД России Люберецкий Евгений Романцев рассказал об оперативной обстановке минувшей недели. По его словам, было принято 887 заявлений от граждан, возбуждено 58 уголовных дел, из которых 39 раскрыто по горячим следам. За неделю было совершено два убийства в нашем районе. Первое убийство было совершено на Красной горке, где было застрелено два жителя Дагестана, то есть они жители города Москвы, уроженцы Дагестана. Два огнестрельное хранение в голову. Фигурант, который их застрелил за одеждой, вчера был арестован судом Люберецкого района. Также на улице Красной было убийство женщины, убила мужчину, то есть бомжи. Также, по словам Евгения Романцева, в преддверии учебного года во всех общеобразовательных учреждениях Люберецкого района проходят масштабные проверки на предмет безопасности. К сожалению, в нескольких школах и детских садах были обнаружены работающие и проживающие здесь же незаконные мигранты. Назначена прокурорская проверка. Работодатели, привлекающих дешевую рабочую силу без документов, ждут многомиллионные штрафы. Очень жестко исполняющие обязанности губернатора Воробьев Андреевича обращают внимание на этих граждан, которые без прописки ремонтируют школы, детские сады. Почему? Чтобы не было как в 2004 году Беслана. 28 выездов по сигналу тревоги совершили на минувшей неделе Люберецкие огнеборцы. Из них 10 раз на тушение пожаров, 3 из которых произошли в жилом секторе. 4 августа городское поселение Коренево и Сент-Березка, деревянная щитовая, хвост постройкам. 4 августа квартира Люберца, Октябрьский проспект, дом 250, квартира 20. И 6 августа частная баня, городское поселение Матяково. Очередная авария на газопроводе произошла на прошлой неделе на территории 7-8 микрорайона. Без присутствия представителей городской администрации и без соответствующего ордера здесь проводились незаконные земляные работы. В результате которых ковшом экскаватора была повреждена газовая магистраль. Аварийно-восстановительная служба Раменского треста в течение 4 часов участок был восстановлен и газоснабжение нашего дома ГГРН-16 был восстановлен. Глава Люберецкого района и города Люберца Владимир Ружицкий распорядился подготовить и направить на имя прокурора соответствующее письмо с просьбой наказать по всей строгости закона подрядную организацию, многократно в течение года нарушающую закон во время проведения земляных работ. Дмитрий Кокуля, Алексей Адамов, Александр Карев, Олег Лобанов, Люберецкое районное телевидение. На финишной прямой Наташинский парк с рабочей поездкой посетил заместитель председателя областного правительства Александр Чупраков. Вместе с главой города и журналистами чиновник проинспектировал реконструкцию излюбленного места отдыха горожан. По словам строителей, все работы первого этапа реконструкции парка идут к завершению. Продолжит тему наш корреспондент. Напомним, что еще в начале марта в Рио губернатора Подмосковья Андрей Воробьев встретился с инициативной группой, выступающей за сохранение Наташинского парка и пообещал, что в ближайшее время парк благоустроят и не будут застраивать. По его поручению, постановлением главы администрации Люберец были утверждены границы зоны парка площадью 32,5 гектара и создана рабочая группа по подготовке проекта и его реконструкции и благоустройству. В мае Воробьев в сопровождении председателя общественной палаты Люберец Льва Лещенко снова побывал в нашем городе и поручил до следующего его приезда благоустроить Наташинский парк. За два летних месяца здесь была проведена колоссальная работа. Работы велись в круглосуточном режиме. Здесь не только проведен очень большой объем работы, а чувствуется, что здесь те, кто это делает, вложили сюда душу. Это действительно заметно, потому что делается все правильно с соблюдением технологий, с соблюдением региональных парковых стандартов, которые у нас были приняты. И самое главное, делается на годы. Мне очень нравится то, что здесь присутствует такой дух, при котором все, всем миром действительно хотят этот парк преобразовать. В целом работы по благоустройству Наташинского парка практически завершены. Очищенные Наташинские пруды на месте вырубленного подлеска посадили деревья. В ближайшие дни рабочие завершат прокладку пешеходных дорожек. Теперь здесь есть волейбольная и танцевальная площадки, детская зона с двумя городками, уличные тренажеры, а также летняя эстрада. Сил и средств не жалели. В частности, только для возведения новых и реконструкции старых пешеходных дорожек было завезено более 2000 кубометров гранитной крошки. Сюда было завезено порядка почти два полноценных железнодорожных состава материалов. Это все уложено. Здесь люди отработали. Я ценю на совесть, добросовестно. 20 августа Наташинский парк в очередной раз должен посетить временно исполняющий обязанности губернатора Подмосковья Андрей Воробьев. Глава Люберец Владимир Ружицкий уверен, что парк к приезду высокого гостя готов. Дмитрий Хахули, Алексей Адамов, Олег Лобанов, Люберецкое районное телевидение. И в продолжении темы. В преддверии выборов губернатора Московской области в Доме ветеранов состоялись политические слушания с участниками ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В ходе встречи была сформирована книга наказов будущему губернатору для решения текущих проблем района. Подробности далее. В свое время эти люди проявили активную жизненную позицию, оказавшись на переднем плане в зоне ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Они сегодня неравнодушны к тому, что происходит в жизни Люберецкого района. Потому и пришли на политические чтения, посвященные выборам губернатора Московской области. Для меня вообще выборы это важнейший этап в жизни. Избрать человека, который бы мог изменить или менять ситуацию в лучшую сторону во всех областях нашей жизни. Участники слушаний обсудили широкий спектр самых актуальных проблем. Среди них неудовлетворительная медицинская помощь, отсутствие лекарств для льготных категорий граждан, недостаточное количество путевок для санаторного лечения, нехватка коекомест в некоторых отделениях больниц номер один и номер два. И это только часть той большой работы, которую предстоит проделать для улучшения жизни люберчан, особенно представителей старшего поколения. В числе наказов губернатору также значатся и пожелания по улучшению жилищных условий чернобыльцев и повышения качества образования выпускников школ. Кроме того, из-за пробелов в действующем законодательстве ликвидаторы не чувствуют себя в полной мере социально защищенными. Закон чернобыльский прописан не совсем удачно. Изменения, дополнения, они настолько заподвают. Проблем немало. Чтобы их решить, району жизненно необходима поддержка областной власти в лице губернатора, который выстроит четкую административную вертикаль, сформирует команду заинтересованных в результате эффективных руководителей и ответственных исполнителей, чья сплоченная работа качественно улучшит жизнь наших граждан. А кто это будет, зависит от активности избирателей и их выбора. Приглашаю прийти на выборы всех. Анна Кучеревская, Татьяна Валько, Александр Карев, Люберецкое районное телевидение. Мы вернемся в студию после короткой рекламы. Оставайтесь с нами и не переключайте канал. Каждый понедельник, вторник, четверг и пятницу в эфире Люберецкого районного телевидения смотрите программу «Открытый диалог». К нам в студию приходят общественные и политические деятели, чтобы рассказать о наиболее важных проектах и программах, реализуемых в районе. Вы смотрите новости Люберецкого районного телевидения. Мы продолжаем. Мультимедийный конкурс «Россия-10», по итогам которого будет определена главная достопримечательность нашей страны, выходит на финишную прямую. В первом этапе решительную победу одержал коломенский Кремль, за который проголосовало более полутора миллиона россиян. Это событие в Коломне отметили массовым флешмобом, в котором приняли участие более 7 тысяч человек. Среди них была и делегация Люберецкого района. Подробности у нашего корреспондента. Участники акции приехали в Коломну задолго до начала флешмоба. Каждому хотелось побольше узнать о самом городе и главной его достопримечательности – в Коломенском Кремле. Гости посетили Маринкину башню, соборную площадь, на которой расположен Успенский кафедральный собор XIV века, а также самое старинное здание Кремля – Воскресенскую церковь. В итоге даже те, кто приехал в город просто в качестве туриста, решили поучаствовать в акции, поддержав тем самым Коломенский Кремль в проекте «Россия-10». Мы считаем, что это символ России, то есть мы должны поддержать наш именно Коломенский Кремль как символ России. Для того, чтобы привлечь россиян к проекту «Россия-10», в частности к лидеру конкурса Коломенскому Кремлю, в город прибыло больше 7 тысяч человек из 68 муниципальных округов. Они расположились на территории Кремля, а также на улице Лажечникова и Соборной площади, образовав таким образом Живое кольцо. В стороне не остался и Люберецкий район, который представили около 60 человек. Коломенский Кремль – это жемчужина Подмосковья. Красота, необъятные просторы и понимаешь, что наша Россия просто огромная. Участие во флешмобе принял и временно исполняющий обязанности губернатора Московской области Андрей Воробьев, который прилетел в Коломну на вертолете. Он поблагодарил всех за поддержку проекта «Россия-10» за то, что не остались равнодушными к историческому памятнику Подмосковья. Мы лидируем! И наша задача, чтобы сегодня все мы, неравнодушные люди, молодежь, которая собралась на площадях, улицах Коломны, отдали свои голоса и поддержали очень важную акцию. Мы первые! Давайте ударим колокола, чтобы всегда быть лидерами! После вступительного слова глава Подмосковья зазвонил в колокол. К нему присоединились все участники флешмоба вместе с колоколами «Звонница», а также церквей и монастырей города. Продолжением акции стал грандиозный полет знаменитой пилотажной группы «Стрижи». Вслед за ними в небо поднялся вертолет губернатора с развивающимся флагом России. Кристина Монасарян, Валентин Говоров, Люберецкое районное телевидение. И к новостям спорта. За здоровый образ жизни. В мае этого года в Люберецком районе прошел первый открытый чемпионат по ворк-ауту. Он показал, что популярный в Америке и Европе уличный спорт, включающий в себя выполнение различных упражнений на турниках и брусьях, востребован и в нашем городе. В связи с этим в администрации района было принято решение установить в Наташинском парке специализированную площадку для занятий ворк-аутом. Несмотря на то, что движению ворк-аут не больше пяти лет, количество спортсменов, увлеченных этой дисциплиной, возрастает с каждым годом. Главным преимуществом этого вида спорта является его абсолютная доступность. Чтобы им заниматься, необходимы лишь турники и брусья, имеющиеся в каждом дворе. Однако не всегда такие комплексы оборудованы нужными для спортсменных элементами. И что самое главное, большинство из них не соответствует нормам безопасности. Поэтому спортсмены обратились к главе города Владимиру Ружицкому с просьбой установить специализированную площадку. Данные площадки будут востребованы в любом районе, потому что это, в принципе, давний вид уличной гимнастики. Но сегодня ему дано новое дыхание. Эта площадка заключает в себе все необходимые элементы для занятия воркаутом. Рукоход-змейка, брусья, скамейка для упражнений, шведская стенка и, конечно, каскад из турников. Все конструкции выполнены из прочного металла, что позволяет выдерживать любые нагрузки. При выполнении каких-то элементов, то не будет такого, что она начнет вибрировать или качнется, или в конце концов вообще что-то отломается. То есть она специально была разработана так, чтобы была сильная нагрузка. Теперь этот комплекс станет местом проведения различных чемпионатов и соревнований. А также еженедельно здесь будут проводиться для всех желающих бесплатной тренировки по воркауту. Кристина Монасарян, Валентин Говоров, Люберецкое районное телевидение. В здоровом теле здоровый дух. На территории Наташинского парка прошел спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника. Его организатором выступил районный спорткомитет и ряд общественных и спортивных организаций. Продолжит тему наш корреспондент. Само мероприятие под открытым небом собрало в одном месте несколько сотен любителей активного образа жизни, здоровья, силы и дисциплинированности. Стоит отметить, что это первый официальный праздник, организованный на территории обновленного парка после его масштабной реконструкции. Яркий, отличный спортивный праздник. Мы встречаться с вами теперь будем здесь очень часто. Каждые выходные практически будут проводиться какие-то мероприятия. Ведь теперь приятно прийти в Наташевский парк. На самом деле его можно считать благоустроенным, сделанным для удобства посещения нашими жителями. Программа физкультурно-спортивного праздника была весьма насыщена и многообразна. Ей предшествовал Кросс на встречу Олимпиаде 2014. Показательные выступления воспитанников спортивного клуба восточных единоборств «Буду Искра» и областной организации силовых видов спорта «Геркулес». Оздоровительные фитнес-программы и соревнования по различным видам спорта. Мы рады принимать участие в сегодняшнем мероприятии. Очень приятно видеть здоровые, красивые, жизнерадостные лица людей, которые пришли сегодня на этот праздник. Здесь много что поменялось. Красота, порядок, чистота, сплошной позитив. По окончанию праздника самые активные люберчане из числа тех, кто любит спорт, следит за своим здоровьем и закаляет волю, получили призы и памятные подарки. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!